Приветствую вас. Я бы сказал Ирине, что есть такие вопросы, которые вообще можно и нужно решать родителям своего пола. То есть мальчику нужно эти вопросы решать с отцом или с кем-то взрослым, ну родным человеком или близким его пол. Потому что вам как маме, как женщине достаточно сложно может быть такие вещи понять, достаточно сложно может быть в этом ориентироваться. Ну вот, потому что в вопросе дружбы у мальчиков получилось, что гораздо лучше понимают именно мужчины. Вот, и соответственно я ни в коем случае не хочу вас как-то задеть и так далее. Я просто говорю о том, что вот как бы здесь важным моментом, на мой взгляд, является то, что у мальчиков, как мне показалось, нет отца. А у вас, соответственно, в письме чувствуется тревожность, вот, относительно, ну вообще, как мне показалось, да, чувствуется такая тревожность, неуверенность в себе. Вот. То есть не ощущается твердости какой-то, какой-то. А вот. То есть вы огорчились, это нормально, то есть вы огорчились, это нормально, а вот, важнее как вы с этим чувством обращались, как вы обращаетесь с этим чувством, с чувством огорчения. Вот, вот. То есть я имею в виду, что как вы выразили это чувство своему сыну, вот, как вы сказали ему об этом. В принципе, я думаю, что если вы это сделали конструктивно, вот, то, в принципе, это самый лучший акт воспитания, который может быть. Вы абсолютно правы, говоря о том, что, ну, не факт, да, что переехал, вас с сыном не встретил, там, такого же, такого же мальчика, потому что, ну, такие люди есть везде, это нормально, вот. Но вопрос есть немножко в другом. Понимаете? С одной стороны, вас лично, лично это как-то задевает. Потому что, ну, как бы... Одно дело, если сын вредит себе, другое дело, если сын вредит вам. Одно дело, если сын вредит себе существенно, другое дело, если сын вредит себе, но не существенно вам. Одно дело, если сын не вредит себе, но просто делает то, что вам не нравится, другое дело, если сын не вредит, опять же, лично вам, но делает по отношению к вам что-то, что вам не нравится. Эти вещи желательно дифференцировать, хотя это не всегда просто, но желательно дифференцировать эти вещи. Для чего? Чтобы научить сына, в том числе, чувствовать личные границы другого человека. Как бы мне здесь кажется, что вы как-то вот слишком близко к сердцу это принимаете, потому что видите какая штука, вы говорите, Женя манипулирует, значит, людьми, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мой сын говорит тебе то же самое дело. Ну, типа, что он попадает под влияние Жени, позволяет собой манипулировать. При этом вы не смотрите в корень проблем. Корень проблем в том, что под манипуляцией узких правилов попадают люди, которые не очень хорошо понимают, что они хотят, не очень хорошо понимают свои желания, свои чувства, где заканчиваются как бы их границы, начинаются границы другого человека и так далее, вот. Это важно. Это важно. И если мы говорим с вами об этом, то это опять же речь про доверие к себе. Ну или про отсутствие доверия к себе. В данном случае это отсутствие доверия к себе. Вот. Потому что ваш ребенок получается так. Себе не доверяет. Вот. И вроде бы. Вроде бы. Вы это понимаете? Вроде бы. Вы это понимаете? Понимаете, что он себе не доверяет. Вот. Но в то же время, несмотря на то, что он себе не доверяет, вы в этой ситуации как будто бы... Ну, предпочитаете, как бы сказать так. Ну, не делать ничего. Я бы так сказал. То есть, решать проблему, да, я вот... Ну, избегание. Хотя, избегание это далеко-далеко не лучший расклад, потому что это не решает последствия проблем. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, не решает проблему. Дальше. Ну, обязательно, обязательно, в любом совершенно случае нужен отец, как бы, или... Ну, ну, или любая мужская фигура, вот. Я, в принципе, понимаю, как это может случиться, вот, но... Если мы хотим, чтобы у ребенка все было хорошо, да, то есть, ну, если мы хотим, чтобы ребенок развивался гармоничным, то, ну, вот, нужно... Ну, нужно мужская фигура. Вот. Без мужской фигуры, ну, довольно сложно, довольно сложно будет обстоятельствовать. Ну, и, соответственно, учить человека доверять себе. То есть, не избегать каких-то моментов, потому что... Ну, всех моментов странно не избежать. Вот. А именно, 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 именно доверять себе. Учиться доверять себе. Вот. Вот. Вот, а, вот, а, тогда, тогда, как раз, а, будет, а, ну, прогресс. Будет прогресс. Будет прогресс. И будет довольно такой, ну, а, серьезный прогресс. Как мне кажется. Вот. Такая вот, такая вот история. То, что я могу, то, что я могу вам сказать. То есть, я могу вам показать. Вот сейчас. Именно сейчас. Ну, именно, вот, на данный момент. И, если, ну, мы говорим, именно, только, вот, про данный момент. То есть, понятно, что, возможно, вам, там, требуется более подробная конфликтация, чтобы разобраться с тем, что происходит. Вот. Ну, а пока что, вот так. Пока что. А, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, как минимум. А как максимум вы получили пищу, пищу для размышлений. Размышлений. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это подходит вам началом работы над собой. Субтитры сделал DimaTorzok